Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Дмитрия Дудко. Сегодня выпуски. День строителя отметят в России во 2-е воскресенье августа. В Севастополе в преддверии праздника наградили работников этой отрасли. Кто участвовал в церемонии? Я считаю, что это отлично, что именно открылся этот центр. Новое место для встреч и обучающих занятий. В Севастополе открылся центр общения старшего поколения. Уборка винограда – это только фаза, скажем, физиологической спелости винограда и его уборка. Но для того, чтобы получить урожай, надо провести целый комплекс работ. Начался сезон уборки винограда. Какие сорта уже поспели и ожидать ли рекордного урожая в этом году? Позвольте представить вам моего друга Виктора Михайловича Васильевна. Он пришел сегодня. Под холщовыми небесами в репертуар Севастопольского театра имени Лавренева возвращается спектакль, поставленный по произведениям Аркадия Аверченко. Московский театр Олега Табакова привез в Севастополь спектакль «Страсти по бумбарашу», о чем рассказывает постановка и какие впечатления остались у зрителей после премьеры. Во второе воскресенье августа в России отметят День строителя. Это профессиональный праздник всех работников строительной отрасли. Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР об установлении ежегодного праздника Дня строителя от 6 сентября 1955 года. Тогда к новой дате приурочили знаковое для Москвы событие – открытие стадиона «Лужники». В этом году День строителя выпадает на 13 августа. По всей стране уже сейчас проходят торжественные церемонии награждения работников строительной отрасли. В Севастополе она прошла в здании Театра танца имени Вадима Елизарова. Инженеры, крановщики, маляры, монтажники и сварщики, которые своими руками дом за домом возводят целые города. Здесь собрались сотрудники строительных компаний города, проектных организаций. Почетными грамотами и благодарностями их наградил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. И для кого-нибудь не секрет, что сегодня строительная отрасль – это главный локомотив экономики Севастополя. Вот те объекты, которые сейчас вы видели уже в современной части, практически это все объекты, которые строятся в конциальном проекте, либо по федеральной целевой программе. И практически, не знаю, вряд ли можно найти в Севастополе сегодня строительную компанию, которая в этой стройке глобально не участвует. По сути, это такая же большая программа развития, восстановления, пригодящего социально-экономического развития города после украинского периода. Сегодня мы работаем как одна команда, и это очень важно. И те проекты, которые строятся не только за федеральные или региональные деньги, но и где инвесторы участвуют, сами строители, платы, они тоже, конечно, сейчас имеют совсем другое качество. Награды виновникам торжества вручили и от Законодательного собрания города, а также депутат Госдумы Татьяна Лобача. Я всегда говорю, строители – это для меня созидатели. Потому что в рамках народной программы, вы знаете, я неоднократно посвящаю строительные площадки. И вместе с вами радуюсь. Радуюсь моим построенным детским садам, школам, спортивным объектам. И я понимаю, как вам иногда тяжело сдать в срок тот или иной объект. Но вы иногда делаете невозможное. И вместе с вами город преображается. Сегодня хочу сказать вам всем огромное спасибо от себя лично и от ваших избирателей. Потому что наши избиратели, наши горожане, они видят, как преображается город Севастополь. Два человека получили удостоверение и им присвоили звание «Заслуженный строитель Севастополя». Значит, есть такая песня, хорошая песня. «Я иду, я еще оставляю среды на земле». Эта песня касается не только строителей, всех. Каждый человек, который работает на страну, на народ, на общество, это он что-то оставляет. Это не обязательно должен быть... Но у строителя это особенность, что он видимые следы оставляет. Понимаете? И вот это самое главное, когда идешь по Севастополю и видишь, вот это ты построил. Это самая главная душевная радость для строителя. Видеть, что твой труд нужен людям. Художественный музей имени Крашицкого получит дополнительные средства на приобретение оборудования. Такое решение было принято на заседании правительства. Техническим оснащением займется тот же подрядчик, который выполнял реконструкцию здания. Напомню, что ремонтные работы завершились в начале этого года. Теперь необходимо обеспечить музей дополнительным освещением и выставочным оборудованием. Губернатору доложили, что этот этап работ завершится до конца сентября. Строительные работы закончены в рамках тех лимитов, которые были реставрационные. Теперь мы нашли еще 100 миллионов, чтобы купить необходимое оборудование дополнительное. И просто его сделает и установит тот же подрядчик, который занимался реставрацией. Правильно, да? Совершенно верно. А когда по срокам у нас ожидается поставка? Я думаю, что до конца сентября поставят. До конца сентября? Да. Давайте к дню рождения очередного музея хотя бы уже оборудование поставим, чтобы полноценную уже можно было выставки разместить. Также на заседании правительства обсудили вопросы удорожания некоторых построенных и капитально отремонтированных объектов. К примеру, из-за увеличения стоимости стройматериалов будут внесены корректировки в контракт по окончательной стоимости ФОКа в Верхнесадовом. Кроме того, в школе номер 12 в Энкермане, где сейчас выполняется капитальный ремонт по президентской программе, потребовались дополнительные работы, на которые также выделят денежные средства. Дополнительные работы связаны с пищеблоком. Пищеблоком. Это же у нас школа в рамках программы капитального ремонта, да? Да, да. Мы решили свои деньги дополнительные выделить, чтобы более масштабно сделать реконструкцию. Средства предусмотрены. Хорошо. Предлагается поддержать. В Севастополе после капитального ремонта свои двери открыла детская поликлиника на Павла Корчагина. Результат работы ценил губернатор Михаил Развожаев. Также он посетил поликлинику на Ярошенко, где работы находятся на завершающей стадии. Как изменились эти два медучреждения, что появилось нового, расскажет Эльвина Зарипова. Привыкли? Да, привыкли. К хорошему привыкаешь быстро. И это как раз про обновленную детскую поликлинику на улице Павла Корчагина. Прием здесь ведется с 1980 года. С тех пор капитального ремонта не было. Многое устарело и требовало перемен. И вот они настали. Просторные, светлые и комфортные помещения открыли свои двери для маленьких пациентов 7 августа. Обновленная мебель, вентиляция, в каждом кабинете кондиционеры. Здесь предусмотрели все удобства для пациентов и персонала. В поликлинике числится шесть педиаторов и для каждого отдельный кабинет. А пока ждешь приема, есть чем заняться. В детском уголке можно почитать книжку, порисовать или же поиграть с игрушками. Поработали и над современным красочным дизайном, присущим Севастополю морским. Результат проделанных работ оценил и губернатор Михаил Развожаев. Вы видите, что очень качественный, свежий, хороший ремонт. Пообщался сейчас с врачами, с медсестрами. Многие работали до ремонта. И, конечно, говорят, что небо и земля. Подрядчик все работы выполнил. Есть определенные замечания где-то там устранить. Небольшие где-то недоделки. И в целом ремонт завершен. Все сделано. Осталось докомплектовать определенную мебелью медицинской. Но это уже задача поликлиники. И жалюзи, например, жалюзи на окна повесить. Ну, еще какие-то такие мелочи остались в принципе. А поликлиника полностью открылась. Появились элементы декора, оформления. То есть поликлиника приобрела цвет. Она стала яркой, красивой. Она стала комфортной не только для маленьких посетителей. Здесь есть маленький уголок для посещения. Она стала комфортной для работы врачей. Появились кондиционеры во всех кабинетах. Появилась вентиляция. Стало больше света. А во второй поликлинике на улице Ярошенко работы еще ведутся. Но промежуточный результат можно оценить уже сейчас. Пока строители трудятся над входной группой и внутренней отделкой на первом этаже, на втором и третьем уже принимают пациентов. Работа для врачей велась непрерывно. Но, тем не менее, персонал готов был пережить эти трудности ради капитальных перемен. Несмотря на то, что ремонтные работы не останавливаются и продолжаются, мы ведем прием и в момент выполнения капитального строительства. Поликлиника на сегодняшний день на две трети практически сдана. А вот прием пациентов ведется с утра и до вечера, и в субботнее время. Поэтому мы, несмотря на ремонт, продолжаем оказывать медицинскую помощь. Работы здесь начались еще в 2019 году. Несколько раз проект приходилось корректировать, чтобы выполнить работы, которые ранее не были предусмотрены. Сейчас капитальный ремонт близится к завершению. Объект готов на 80%. Практически полностью обновлен фасад здания. Для этого использовался композитный материал алюкабонд. Он не подвержен коррозии и долговечен. Установлены также пластиковые окна и лифт для маломобильных граждан. Объект должны сдать к концу года, но планируют завершить капремонт раньше намеченного срока. По словам губернатора, работа на этом не закончится. В дальнейшем предстоит благоустройство, прилегающее к поликлинике территории. В принципе, контракт полностью на завершение поликлиники до конца года, до декабря 30-го. Но мы сегодня обсудили, ничего не мешает закончить к 1 ноября. А поликлинику, то, что касается контракта, по ремонту последнего этажа и установке всего технологического оборудования. Ну, естественно, мы уже переходим к варианту, когда вчера на школе тоже об этом говорил, что все-таки надо делать комплексно. Видите, что территория вокруг поликлиники нуждается в благоустройстве. Это территория, практически центральная часть города. Должна быть хорошая входная группа, поэтому надо будет навести порядок с ларьками, которые вход в зону, где неотложные помощи закрывают, загораживают. Надо отодвинуть забор, который захвачен территорией частного дома. Ну, предварительно, значит, понимание есть собственниками, они готовы за свой счет все там восстановить, привезти. Ну, видимо, когда-то никто не обращал внимания, что это территория города, мало того, лечебного учреждения. Теперь это мы все приведем, там будет еще один въезд для автомобилей скорой помощи. Сейчас в Севастополе не только капитально ремонтируют медицинские учреждения и возводят новые, но и ведется работа над подготовкой и привлечением высококвалифицированных кадров. Из других регионов в наш город приезжают работать специалисты, которым оказывается целый комплекс мер по поддержке. А с сентября этого года в СевГУ начнется целевое обучение будущих терапевтов, которые в последующем пополнят штат севастопольских больниц и поликлиник. Эльвина Зарипова, Андрей Тымчук. Новости Севастополя. Новое место для встреч и обучающих занятий. В Севастополе открылся Центр общения старшего поколения. Заработал он на базе отделения Социального фонда России на корабельной стороне на улице Дзержинского. В открытии Центра участвовали представители правительства и законодательного собрания города, отделений банков, общественных организаций и, конечно, сами люди серебряного возраста. Какие возможности теперь открываются перед севастопольцами старшего поколения, узнал Святослав Данилов. Эти центры пока в пилотном проекте, но они создаются во всей Российской Федерации. Еще один такой центр теперь есть и в Севастополе. Помещение небольшое, всего два кабинета. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. В городском отделении Социального фонда России, которое и предоставляет площадку, надеются, что это место станет центром притяжения севастопольцев пожилого возраста. Для этих людей здесь есть, что предложить. Рады всех будем приветствовать на базе нашего центра, жителей Севастополя, людей старшего поколения. Потому что с нами будут сотрудничать и представители власти, и представители местного самоуправления, и, естественно, и представители соцзащиты, банков. Будут проводиться обучающие семинары, вебинары, в режиме видеоконференции. Будут выступать представители различных общественных организаций. От представителей банков для людей серебряного возраста будут организованы лекции по финансовой грамотности. А для курсов по грамотности компьютерной оборудован отдельный кабинет. Обязательно организуют и юридические консультации, в том числе по вопросам пенсионного и социального обеспечения. А еще граждан пожилого возраста собираются привлекать к волонтерской деятельности. У нас получается, что одна и та же целевая аудитория. Это люди, которые уже вышли на пенсию, которые уже собираются выходить на пенсию, готовятся и собираются потом не работать. Но у которых есть и энергия, и, главное, жизненный опыт, и желание. Возможно, у многих есть мечта еще с детства что-то свое осуществить. Я считаю, что это отлично, что именно открылся этот центр. А еще люди серебряного возраста смогут разнообразить свой досуг настольными играми, совместным просмотром любимых фильмов, чтением книг. Здесь даже можно будет проявить свои творческие способности. Для Севастополя, где по статистике много возрастного населения, открытие такого центра очень актуально. У нас с точки зрения полувозрастной структуры очень возрастной город. То есть сюда приезжают люди в определенном возрасте. Ну, не побоюсь этого слова, процентов 30-40 населения – это люди, которым может быть интересен этот проект и которые могут сюда приходить. Я точно понимаю, что Департамент труда и социальной защиты будет надежным соратником, помощником и поддерживаем эту инициативу во всех ее начинаниях. В добрый путь этому центру. Я вот провожу очень часто приемы наших севастопольцев. И ко мне приходят в основном люди 65+, со своими мыслями, со своими инновациями. Я уверен, что на таких площадках будут формироваться новые какие-то правильные мысли. Люди будут делиться между собой, дергать депутатов, дергать правительство для того, чтобы они работали и приводили наш город в порядок. Предварительная запись сюда не нужна. Пойти сможет любой желающий. Со дня на день центр общения старшего поколения заработает полноценно. На улицу Дзержинского, 53, на корабельной стороне можно будет приходить в рабочее время с понедельника по пятницу. План мероприятий, которые станут первыми для учреждения, опубликуют в ближайшие дни. Святослав Данилов, Александр Тарасенко, новости Севастополя. В нашем городе начался сезон уборки винограда. Традиционно к середине августа поспел самый ранний сорт – мускат янтарный. Одними из первых к сбору ягод приступили на Севастопольском винзаводе. О том, какой урожай ожидают в этом сезоне и сколько бутылок благородного напитка уже произвели в Севастополе, расскажет Владислав Ивенин. Шардоне, пино, мускат гамбургский и каберне – это лишь малая часть известных сортов винограда, который прекрасно чувствует себя в местном климате. Однако пока все внимание винограда и сосредоточено только на мускате янтарном. Традиционно сорт раннего созревания просится в руки с кустов винограда. Рвешь потихонечку его. В основном этот рвется, а так с секатором работаем. С секатором дольше работать, а рвать быстрее. Сбор ягоды на виноградниках – процесс не из легких. Именно поэтому специалисты работают большими бригадами. Всего в сборе урожая занято около 30 человек. А по мере поспевания других сортов ягод, их количество планируют увеличить. На нашем предприятии существует два вида сбора. Первый из них, это вы видите сейчас, сбор непосредственно в нержавеющую лодку. Работники идут по рядам, собирают. Второй же способ – это у нас имеются металлические бункера, покрашенные специально обработанной грунтовой краской пищевой. Расставляются здесь, на дорогах. И люди выносят ведрами сюда, в них высыпают. То есть таких лодок, ну, у нас пять таких агрегатов. А когда добавятся сейчас люди, мы ожидаем дополнения силы. То мы второй способ включаем в работу тоже. А работы для них действительно много. В этом году только муската янтарного планируют собрать около 40 тонн. Чтобы получить качественный урожай, говорят аграрии, воедино должны сложиться сразу три фактора. Это почва, сорт и погода. Если с первыми двумя компонентами проблем не возникает, то погода – штука капризная. Однако этим летом она все же благосклонна к этой сельскохозяйственной культуре. Солнце и умеренная влажность придают ягоде сладости и насыщенный цвет. А благодаря тонкому мускатному вкусу плоды широко применяются в виноделии. Сразу после сбора ягоды попадают на производство. Первым делом урожай взвешивают и засыпают в специальный бункер с дробилкой. Такая установка не только перемалывает, но и отделяет созревшие плоды от гребня. Другими словами, ягоды отдельно, ветки отдельно. Весь процесс, по словам специалистов, полностью автоматизирован. Вручную такая операция заняла бы десятки часов. В данном случае же не больше 15 минут. Мезга попадает в мезга ямы, в мезга корыта, открыта, а гребни по транспортеру в бункер на утилизацию. Мезга в дальнейшем перекачивается в пресса, где происходит отделение сусла самотека от прессовых фракций. Сусло самотек – это самая ценная фракция сусла, которая идет на игристые виноматериалы. Сусло самотек выкачивается в дальнейшем в емкости, где происходит охлаждение сусла и брожение. Ежедневно через этот цех проходят десятки тонн винограда. Всего же в этом году с площади в почти 600 гектаров винзавод планирует собрать рекордный объем урожая. Тенденция идет, потому что молодые виноградники вступают в фазу активной отдачи винограда, соответственно, она растет. В прошлом году мы собрали 1800 тонн, в этом году планируем 2000 тонн собрать. И сегодня такие объемы не кажутся чем-то фантастическим. Благодаря финансовой поддержке федерального и регионального центров производства вина выходит на новый уровень. Только за 9 лет в составе России севастопольские виноградари и виноделы на развитие своих хозяйств получили больше 2 миллиардов рублей. Мы с помощью наших виноградарей и виноделов подтверждаем о том, что у нас большие планы и большое будущее, поэтому нас слышат. Средства федерации нам постоянно выделяют, а также выделяются средства из местного бюджета. И это тем самым дает возможность развиваться не только крупным предприятиям, но и мелким крестьянско-фермерским хозяйством. Всего же в 2023-м виноградарские и винодельческие хозяйства Севастополя планируют собрать почти 24 тысячи тонн винограда и произвести больше 30 миллионов бутылок вина. Такой рекорд местным предприятиям, уверены в департаменте, вполне по силам. И только за первые 6 месяцев годовой план выполнили более чем на 30%. За это время в нашем городе произвели больше 10 миллионов бутылок вина. Владислав Ивенин, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя. В репертуар Севастопольского театра имени Лавренева возвращается спектакль «Под холщовыми небесами», поставленный по произведениям Аркадия Аверченко и Саши Черного. Историю из книг на сцену перенесла московский режиссер Екатерина Гранитова-Лавровская еще в 2017-м. Обновленную «Кабаре-Сюиту» театр подготовил в юбилейный год города-героя, напомнив имена севастопольцев, которые вошли в Золотой фонд русской культуры. Какие метаморфозы происходят с героями в этот раз и близки ли зрителю происходящие жизненные ситуации, расскажет Наталья Шульга. На сцене звучит литературное слово Аркадия Аверченко. Действенное, живое, точное и объемное. Артисты по совету режиссера добавляют лишь тонкости, художественного чутья и вкуса. Позвольте представить вам моего друга Виктора Михайловича. Он пришел сегодня. Десять забавных пьес из книг Аркадия Аверченко и стихов Саши Черного московский режиссер Екатерина Гранитова-Лавровская собрала в «Кабаре-Сюиту». Жанр может быть не совсем наш, не совсем русский, утраченный в какой-то мере, потому что мы любим погрустить, поплакать. А здесь нужно все время держать тонус юмора, особой энергетики, особой праздничности подачи материала. Но, с другой стороны, это русская «Кабаре», это Аверченко, это житель, урожденец города Севастополь, это человек, который покинул Севастополь и уплыл в эмиграцию, никогда не вернулся. Вернуть классика юмора на севастопольскую сцену, не предать забвению в родном городе, получилось у артистов театра «Флота» дважды. Все в жизни меняется. В 2017-м изменился актерский состав, сценография. Заслуженный артист Республики Крым Илья Домбровский в прошлой постановке был занят всего в нескольких новеллах. В обновленном спектакле он Аркадия Верченко. Плюс играет и других героев уже практически во всех историях. Это те роли, в которых есть что делать, говорит Илья. Абсолютно разных персонажей. И кто-то заикается, кто-то говорит в нос из них, кто-то прихрюкивает, кто-то еще что-то. В общем, образы абсолютно разные, и я стараюсь здесь сделать их действительно, чтобы они не повторялись. А сейчас у меня их 10, и плюс еще автор. То есть я называю этот тихо, так про себя спектакль, называю бенефис Домбровского. Тихо. Смех писателя даже по прошествии века не искоренил исконные человеческие слабости и пороки. Рассказанные о Верченко анекдотические ситуации на сцене остаются оригинальными историями, как будто случившимися с каждым из нас здесь и сейчас. Ну вот вы сами подумайте, если человек всю жизнь мечтал, носил в руках, вот, любимое существо, а вместо этого ему достался мешок с потрубями. Это не простые люди на сцене, это не те, которые ходят по улицам города, это какие-то обнаженные, ну, в плане обнаженных каких-то черт их. И поэтому это надо уловить, чтобы не соврать, попасть в жанр, потому что Верченко потрясающий, конечно, юморист, и как он умел в людях различать те или иные стороны, и сделать так, чтобы это было и смешно, и что самое важное, чтобы это было не пошло, а это был такой, знаете, умный, интеллектуальный юмор про каждого из нас. В декорациях минимализм – лодка, мешки, немногочисленные детали интерьера. И все это на черной сцене с магритовским мужским силуэтом в котелке на заднем плане, из которого то появляются, то исчезают герои разыгранных коротких историй. Решение художнику-постановщику Ирине Куц пришло довольно быстро. Достаточно лишь было углубиться в материал. Надо было, чтобы все было мобильно, цельно, и все, чтобы работало, и выразительно. У нас на декорации вся работает, вот каждый уголок все работает. Что я могу сказать в общем, чтобы так, за этот спектакль не стыдно. Зрителей на возрожденный спектакль под холчевыми небесами в театре имени Бориса Лавренева ждут уже 11 августа в 18.30. Наталья Шульга, Сергей Котляренко, Новости Севастополя. Премьеру спектакля «Страсти по бум-барашу» показали под открытым небом в Херсонесе. Постановку в Севастополь привез Московский театр Олега Табакова. О сюжете, особенностях новой версии спектакля и впечатлениях после показа. Расскажем далее. На рассвете его ждет германская война, а пока проститься с возлюбленной и друзьями, выслушать наставления от родных и обойти, быть может, в последний раз деревню. Только это и остается сделать главному герою. С замиранием сердца севастопольский зритель следил за событиями на премьерном показе спектакля «Страсти по бум-барашу». Каждая сцена меняет другую, но хочется пересматривать снова и снова. От лирических монологов до динамичных эпизодов. С впечатляющими спецэффектами и яркими декорациями. У нас продолжается наш великолепный, замечательный фестиваль оперы и балеты «Ферсонес». И уже второй год подряд он, можно сказать, увенчивается прекрасным событием гастролями театра Олега Табакова. И вот наш друг Владимир Владимирович Машков, художественный руководитель театра, который просто стал настолько близок к городу-герою Севастополю после прошлогоднего потрясающего действия, которое мы видели на этой сцене. Нас ожидает новый спектакль. Он, наверное, с одной стороны, не новый, потому что он объездил весь мир и всемирно известен. Но для нас это будет новое открытие. Олег Павлович Табаков очень любил этот спектакль. Восемнадцать лет он шел в театре, потом у него был перерыв, и Олег Павлович за год до своего ухода попросил меня восстановить этот спектакль. Я сделал все возможное и вся наша труппа. И мы для вас привезли сюда премьеру. Золотые кудри, синие глаза. Я ли своего, дружка, сильно не любил... Не обошлось и без песен, которые еще со времен советского фильма о непростой жизни рядового бумбараша полюбились зрителям. Стихи Юлия Кима, наложенные на музыку Владимиром Дашкевичем, переносят зал в другое временное пространство. Сюжет нам и сейчас чем-то близок, да, это гражданская война, это всегда, ну, это как бы чудовищно, это несвойственно человеку, да, когда там брат на брата. Вот, наверное, поэтому хочется посмотреть. Ну, а если сравнивать с фильмом, я, ну, мне нравится там музыка, песни из этого фильма. Гости Севастополя ежегодные и с удовольствием как бы посещаем, вот Херсонес это вообще наше любимое место. Впечатлил очень в том году Грифон, четвертый сезон, спектакль был как раз по истории Херсонеса. Ну, вот в этом году посмотрели афишу, решили сходить на бомбараша. Когда впервые грянули взрывы, это было очень неожиданно, это невероятное качество спецэффектов и очень красивое цветовое сопровождение и, конечно, звук, который в спектакле присутствует. Очень много смешных маленьких сценок, но понимаю общий фон и общий трагизм того, что происходит. Сюжет интересен тем, что очень перекликается с современностью, трагизм боевых действий и то, что происходит с человеком, когда он возвращается. Гастроли театра Олега Табакова проходят при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Спустя 12 лет спектакль вновь в репертуаре. В составе актеров 117 человек, среди них и студенты театральной школы Олега Табакова, для многих из которых это дебют. В Севастополе ожидаются еще два показа 12 и 13 августа. Кристина Саркисова, Деливер Меджитов, новости Севастополя. И в завершении выпуска прогноз погоды. 11 августа в Севастополе пасмурно. В течение дня будет дождь. Температура воздуха днем плюс 25, ночью плюс 21. Ветер переменный, преимущественно северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, а влажность высокая. Температура воды у берегу в Севастополе плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. В студии работал Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова